Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мне грешность. Не снимаю перчатки, видите как одеться с нарукавниками, потому что комаров много нынче такое дождливое лето. Сегодня 23 июня, вчера война началась, отечественная. Ну и теперь что? Решили мы узнать в мирное время, что у нас получилось с озерами, с прудами. Сейчас будем замерять. Вот я сделал аршин между двумя концами, они заостренные, втыкаются. У нас был такой здесь агафон Ганя Булыгин, лошадка была, он ездил и каждый день замерял, сколько кто спахал, скосил. Колхоз любил математику. Вот сейчас начинаем отсюда. Вот. Отсюда я буду идти, а Володя будет показывать и комментирую. Озеро, окрестность, гладь такая, погода. А потом центр себя таскать. Пойдем. У нас 7 трубов сейчас. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Девять. Двадцать. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четыре. Пять. 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 Пять 22, 23, 26, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 42, 42, 42, 42, 43, 44, 45, 46, Продолжение следует... 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 35 37 38 39 40 41 42 41 44 45 46 47 48 49 50 50 200 200 200 400 метров 200 не было воды не в прошлом году никогда не было сколько стоит земля это вот эти три года я нанимал бульдозер прорывала уходила но мы все равно продолжали делать сколько тут труда вложено первые были жители потеряева у них какие-то там имена были они мне приезжала когда баба дуня Евгокия Титовна Титовна вот она Рыжкова была Рыжкова а вышла за потеряева Ивана Нефантьевича Нефанти Тит какие имена то были все все по связкам и она рассказывала что тут было писали своя кузница вообще самых родолюбивых самых прилежных 12 миллионов загубил Сталин а чего сегодня спрашивается от кого народились люди умирали за то чтобы правду сказать увольняют одного профессора несправедливо как Менделеева было 26 профессоров подали в отставку да сегодня ни в жизнь не пойдут я участвовал в одном конгрессе там вопрос стоял так вот студенты 5 курса юридического университета вопрос задали вы будете судьями прокурорами конечно прокурорами и вот вам предложили взятка ну назвали там взятку которую дают за большие дела 85 процентов подняли руки что готовы взять взятку и что их уволили нет конечно а которые не подняли не знаем но можно сказать не подняли руки из-за трусости или не согласны на такую мизерную там 5 миллионов взятку я не знаю что но это определенно и эти люди у власти сидят сейчас они могут только разрушать это происходящее от манкуртов которые в страшном геноциде уцелели я как написал прокурор вы в семнадцатом году на сто лет устроили душняк по всей стране ни живой мысли ни печати нигде посчитай архипелаг гулаг вам приговор сегодня все буквально против 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 мне бог позволил его дважды насчитывать полностью дважды один раз на катушечке а потом на компьютер зарядите архипелаг гулаг Игнатий Лапкин в интернете и вы увидите сколько там ссылок на это пойдет почему я испытал этот гулаг и вот какие были люди и что с ними сделали мы даже помните молиться у покоя господи в обителях небесных а новое это племя как инопланетяне как ну манкурты нелюди какие-то задушить разрушить у них ни памяти ничего нету пришельцы у них ни родины нету ни страны они бегут за рубеж учатся здесь а уезжают в Америку или что-то я не могу на них смотреть иначе как на предательные изменников я много ездил по Америке я не мог дождаться когда вырвусь оттуда да хорошо да живут зажиточно но это не моя страна не моя родина я чужой там я привык ко всему что есть тут каждая собака меня знает каждый комар и вот мы здесь она до суда был доставала а глубина то какая глубина увеличилась в три или четыре раза я даже сказать не могу ну рыбачили по пояс а сейчас 10 метров тут отплыл я поднял руки и рук не видать почему мне это не нужно уже повторяю не нужно как в сказке рассказ дед садит там яблони ему говорят ты же старый тебе не придется когда вырастет а внуки то есть не для себя только надо работать вчера сделал я этот сажень сегодня пошли а кто скажет какое больше что сделано никто мы можем сказать и выставим данные эти в интернет математика требует жертв чтобы посчитать это все это надо вот видишь мы идем по мокрой росе по мокрой траве вот это дорожка так будто бы кто-то ездил по ней туда а сегодня в обед в обед спорчен на урывку не ездят а идут напрямую напрямую первый мостик сделали переходной как? трубу положить там ложили трубы они там под землей все весна разбрасывает и трубы и все я сказал сделать надо как горную реку по камням течет и все весной надо широко широко пожалуйста у нее ширина 5 метров трубы такой нету поток сошел дальше опять едут вот надях мы подняли немножко дно бутылым камнем а у человека который живет защитой счет у него ничего этого нету ну пошел ну ладно ну прорвало ну не прогресс там 3000 человек погибло а у нас камень дробит начал я здесь отлетел осколок ударил мне по ноге ну это моя кость поэтому оно близко смотри какой ягодник да вот смотри пулничка 200 сажений это 400 метров 400 метров она раздваивается так это приблизительно ширина почти сохраняется но дальше мы не пошли условно но остальное это все понятно что чисто вот там что-то немного травы маленечко повыше взять вот бобры нас одолевает бобры услышали бы охотники у нас бобров много везде придите маленько помогите нам бобров этих заберите себе на шубы на воротники к женам своим любимым ради жены можно приехать было бы повторяю повторяю несколько раз это поселок потеряевка мамонтовка района алтайского края здесь здесь никогда бобров не было никогда но как только воду стали поднимать бобры как нашествие такое а мы такие рохли что ничего не можем делать я даже купил 4 капкана на бобров ни одного не поймали а они прогрызают а по этой берета у него лесной вода хлещет размывает тут работы сколько а мужиков там мало интересно как вот Господь благословил достать технику и нашлись добрые люди которые помогли средствами чтобы нанять технику и вот все подняли вот сейчас у него гусеница слетела последний раз трактор был а это вот корень солодки видишь какая растет она полно ее и дальше он нагрудил а дальше не смог не смог я его не пустил а там гусеница слетит что будем делать вот такое дело и теперь надо чтобы отсюда вот с этого сначала дамбы оттуда передвинуть часть земли прямо лещащим необходимо но нанимать не будем то привезти бульдозер 22 тысячи за каждый час полторы мне нужен комбайн этот экскаватор драглайн так веревку забрасывает как говорится и тянет вот драглайн ну нашелся один и запросил в два раза почти дороже двести смотри вытропал вон глядь видишь снимай да да ну и намазаем выдра это андатра крыса морская американская вон 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 три четыре пять вот посмотри какая глубина до воды а нам надо земли передвинуть а то там земли нету ну бульдозер у него не работает вот это я пять сделал подожди пошел дальше отходим шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать шестнадцать двадцать 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 четыре двадцать Вот какая глубина прорвы была. Это метр четыре, если не больше. Сколько я сказал здесь? Тридцать. Тридцать? Ну, назад промерим еще раз. Один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять. Валик, как вы вас взяли, смотри, тридцать пять. Тридцать шесть, тридцать восемь, тридцать девять. Тридцать девять, на этом уровне опускаемся. Сорок, сорок один, сорок два. О, что, сорок два. Давай с этого самим замерим, сорок два. Запишем. Так, что, бумагу? Да, карандаш что у тебя? Да. Давай. Сорок два. Так, пишем рыжковский. Рыжковский. Там двести? Сколько там? Двести, да? Сажений. А здесь сорок. Сорок, это восемьдесят метров. Что получается? Сейчас, коротко сразу я и скажу. Четыреста метров на сорок восемьдесят. Восемьдесят четыре. Тридцать два. Тридцать два и три. Триста двадцать соток. Это означает три гектара двадцать соток. Вот, точно. Никто не скажет, а мы скажем. Метров квадратных. Так, еще проверю, не ошибся ли. Нет, не ошибся, точно. Тридцать две тысячи квадратных метров. Это три гектара. Ну вот, три целых две десятых гектара. Вот капает. Карандаш. Задержи, сейчас посмотрим, какую мы прорыли здесь длину. Вот ширина, наверное, еще небольшая его будет. Ну, небольшая это не труба. Вот она, два метра. Ровно два метра. Короб два метра. Такой трубы нету. Двухметровая. Вот какую мы вырыли. Вот откуда начали вырывать. Вот считай, отсюда уже землю убрали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Это загородили, чтобы скотина не зашла, чтобы человек не упал зимой. Видите, как огорожено. Пять. Шесть. Ну, тут маленький огни. Ну, это немножко я подниму. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. 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 Иди сюда записи. Канал шестнадцать. Вот он такой. Вот отсюда его покажи. А то надо сделать ему наклон было. Вырубить, чтобы там разносило. Это шестнадцать. Не забывай. Давай. Так. Обводной канал. Обводной. Одиннадцать. Два метра. На. Тридцать два. Тридцать два. Два на два шестьдесят четыре. Шестьдесят четыре. Если даже по метру считать, вот как выкидывали. Шестьдесят четыре. По метру. И то шестьдесят четыре кубометра. Ну, возьмем меньше шестьдесят. Обвод. Так. Не потеряй. Очень важно. А у вас карманы-то лучше? У меня этот... Выпадает карандашик отсюда. Надо застегнуть? Да-то вот такими рукавишками застегнешь как раз. Я больше на тебя надеюсь. А что на меня надеюсь? Сейчас пойдем обратно замерим. Вот. Как сделано, посмотрите. Это делали мы трое. Всего только трое. Один день до обеда приходила Люба Минаева, Корчинская. Она тут живет. Вот. Вчера я это сделал сажение. А еще он уже на полной мощности работает. А в городе я еще буду мерить. Хотя можно замерить. Я мерил шаг. Вот. Вот смотри, сколько осталось шерсти. Шерсти. Бывалили. Это затыкать, где надо в одно место, потом ближе поднести будет. Как не до этого. Тут я еще раз про мерю. Тормози. Два. Три. Четыре. Пошли. Пять. Шесть. Пять. Шесть. Двадцать. Две. 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 Субтитры делал DimaTorzok не ошиблись точно 40 следующий год а весной рано если не прорвется надо вот это пилить черенками забивать везде многократность несколько полос 6 объекта я знаю мне сказали говорит корченские тоже смотрят там год половина смотрят если только смотрят корченские наши боялись эту дорогу сделаю поедут люди воровать будут воровать они и так воруют будет у нас рыба возможно здесь мы никому не отказываем заранее говорим нынче даже не взяли потому что прошлом году всего текло если дорогой меня достану господь всем путь открывает мы никому не запрещаем помогите надо добров избавиться все